Слава святого апостола Иуды, 1-15. Господь идет сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых, во всех речах их, во всех жестоких словах, во всех делах, которые они произнесли на Него, эти нечестивые грешники. Коротенькое послание, но оно самое грозное и во всем Новом Завете. Идет Господь. Люди живут так, святые и не святые, как будто бы это никогда жизнь не кончится. Даже не верится, что своя-то смерть тут уже рядом, и то, как будто бы это когда-то, но не сегодня. А что Господь-то придет. И как это будет? Вдруг все кончится, история мировая закончилась. Небо свернется, как свиток. Сворачивается начнет. Как? Как будто бы над нами какое-то полотно. И сгорит земля и все дела на ней. Все, последние вздохи планеты Земля. И пришел Господь для того, чтобы обличить. Начнется последнее страшное обличение перед всей Вселенной. Сегодня любое обличение можно отбить, отговориться, причины какие-то найти, я увлекся и дальше уже говорить. Но извинений в этом никакого не будет. Господь придет, как обличитель написано, во всех жестоких словах, которые на него произнесли. Вот человек, когда просто читает Писание, ну, прочитал, это не сегодня. А может, меня это и не коснется. А когда начинаешь исследовать, то картина разворачивается так, что это с первого дня, с первого часа творения человека. Змей обличает Бога, он берет на себя все функции Божьи, а он не прав, не умрете, он обличает Бога. Бог ошибся, неверующий Бога представляет его лживым. Дальше начинается обличение Бога человеком. А ты мне дал жену, я-то не сам такой. И начинается, а ты жена. Все, виновный кто-то, но не я. У Бога определенная цель. Я не нашел нигде этого в Биглии, но у святых это есть. Что вся мировая история защищается в том, чтобы сброшенное с неба творение, падшее, было заменено другим творением. И почему? Дьявол все делает по зависти. И написано, смерть вошла по зависти. То есть там остались пустые квартиры, обители. У Бога много обителей. Допустим, было сброшено на землю ангелов, превратившихся в демонов, 5 миллиардов. 5 миллиардов должно войти туда, занять те квартиры. Переселение. Экспортация. И очень на это похоже. Почему? Потому что он господствует в воздухе. Неоднократно говорится о том, что Бог любит человека и возводит его на небо. И Христос говорит, обителей много. Намеков очень много на это. Бог к этому и ведет. Но очень медленно. Бог просеивает на мелком сите. Праведники редко где остаются. Ведь Авраам-то начал говорить не только о себе, а о Содоме, Гаморе, окрестных 5 городов. И начал с 50-ти. То есть он взял по минимальной шкале и наконец зашел до 10-ти и Бог перестал с ним разговаривать. Но если нашлось бы, не нашлось. Мы даже не представляем, как мало людей спасает. Это нам кажется много. А Господь сам выразил в удивлении. И Сын человеческий пришедет, найдет ли веру. Под сомнение ставится вопрос. Хотя мы знаем, до конца будет совершаться на земле литургия. И сие творите в мое воспоминание, доколе он придет. Видите, намек такой есть все-таки. И пшеница будет расти до жатвы. Но где-то в ущельях, в пустынях. Сатана делает все по-своему наоборот. Он непрерывно обличает Бога. Это очень сильный обличитель. Притом лживый. Он никогда правду не говорит. А как нас Бог обличает? Если Он обличает, то не на суде только, но сегодня обличает. Обличает через Слово Своё. Он обличает через детей своих. А кто Слово-то написал? Это книга пророка Иеремея, книга пророка Наума, книга пророка Ионы. А посмотрим биографию этих пророков, именами которых наречены эти книги. Вот пророк Иона. Пророк. И он сам о себе думал, что он чтит Бога, ходит в храм, жертвы приносит. Но вот от Бога повеление Бог не просит, а повелевает. Иди и обличи город Неневе. Обличить надо его. Это была столица мира. И Бог сказал даже 120 тысяч жителей. Это по сегодняшнему Мехико. 12 миллионов, может быть, жителей. Он купил билет в другую сторону. Кто-то думал, как пристроить корабль, как сделать его плавучесть или потопляемость. А у Бога другое. Бог раздвигает бурю. Ему придется быть в море. Он готов утонуть. А Бог делает переконструкцию киту. Он может заглотнуть его. Кислота не действует. Воздух как-то поступает вовнутрь. Он говорит, голова моя была опутана тиной. Бог этого пророка разворачивает. И кит повернул, куда он не хотел ехать. Доплыл его и выплыл на берег. Подводная лодка опросталась. Против Бога нельзя идти. И тогда он понял, против Бога не попрешь. Зачем береть-то? Против рожна. И теперь он пошел. И он начинает Бога обличать. Он Бога там обличает. Я и знал, что они не покаяются. Все. И в это время его начинает обличать червяк. Бог вырастил растение. В славянском языке тыква. И она прикрывала его от солнца. А он погрыз ночью. И, ясно, без корня. Оно засохло. И он до того огорчился до смерти. Он очень легко расставался с жизнью. У него прямо на самом автаназе, как я называю, ушел. И Господь говорит, ты так огорчился из-за этого растения. Да. Видимо, пекло голову крепко. Как же мне-то не пожалеть 120 тысяч населения, которые лево от права не отличают. Ты и должен был пойти. И обличение пало на благодатную площадь. Пришел он на стране, собрещает. До царя дошло это известие. И он ходил по городу, возвещал. И царь и ждал указ новый. Все приказы долой. Открыть тюрьму. Просить все долги. А может, Бог еще помилует. Три дня не пить, не есть, скотине не давать. Как скотина-то ревела. Вы представляете? Один день только не напоить теленку, он кричит на всю деревню. Какой он был царь, имя его не сохранила история. Обличение всюду. И обличение, когда Бог делает, он делает очень необычно. Вот пророк. Должен выглядеть прилично, конечно, как сектанты говорят, побритые в голове. А Бог говорит, сбрось все с себя. На нем ни крестика, ни пояса, с голышом. И иди по городу. Не каждый решится на это. Так это не от Бога. От Бога. И вот представьте, идет мужик навстречу женщину, совершенно голой по городу. Это великий пророк. Не так будешь поступать. А для чего? Чтобы обличить людей. Вы так же все будете раздеты и голые. Вот такой мир весь голый. Чтобы глядели на него и думали. Каждый думает, уж я себе невесту изберу, женю, ну, в первую очередь красивая, должна быть послушная. А пророк говорит, ты знаешь, там живет в блудилище блузница известная. Иди, женись на ней. Ну, Господи, я же твой избранник. Мне или такую невесту-то. Иди, женись. Пророк о себе не стал разговаривать. Пошел, дал там два мешка овса, бобы, заплатил сколько за нее. И дальше родится дитёй, и назовешь. Быть обличителем. А пророки это все обличители. Они приходили обличать. Притом обличали с астролога. Если бы люди к этому обличению относились как должно. Вот пророк Иеремия, послан Богом. Очень странное повеление дается. Все патриотические еще похороните. За независимость Родины не бороться. Оружие сложить, защихрить. Откройте ворота, запустите врага. Все сказали, враг народу. Ну, посмотри, что он делает. Он написал послание. А царь ножичком отрезает. Куплетик. Листик. В огонь бросает. Если бы кто-то сказал, царь, сколько ты раз отрезал? Ну, я не знаю, сколько тут. Семьдесят страниц было. За каждую страницу заплатишь сыном своим. Семьдесят сыновей на его глазах будут колоть. Эту картину сегодня без содрогания. Веса водора невозможно смотреть иллюстрации Библии. И это не все. Ты не хотел читать слова. Ему читали. Глаза тебе не нужны. Тебе выколют их. Вот это все так случилось с царем Сыдеки. Надо принимать обличания. Бог видит, что люди не понимают. Он сметает Иерусалим, сметает храм, разрушает полностью, отправляет весь народ. И 80-90 лет возвращаются. Снова начинаем. Снова начинаем строить. Бог неоднократно повторяет попытки и находит праведников. Тогда была надежда у еврейского народа, что были пророки обличали. Пророки кончили зла того сгодом. У них ни одного пророка больше не было. Ни одного. И поэтому они не принимают никакого обличения. Они принимают все дезаконы об экстремизме, шовинизме, национализме, чтобы их никто не сказал. Убрали национальность, указание из паспортов. Это все для того, чтобы никто не знал, кто они есть. Это означает, что их погружение идет очень стремительно. И вместо царя Бога истинного Иегова они изберут сатану. Вы дети дьявола. И они воцарят его. И он будет говорить, написано в словах страшное. И будет говорить гордо и богохульно. Но они один, его и соратники такие. Это мы считаем 13 глава Откровения Иоанна Богослова. Вторая глава, второе послание. В эстетическом рит сядет в храме как Бог. Выдавая себя за Бога. И у Бога для него тоже приготовлено лекарство. Все замрет. Ни одного обличителя не будет во всем мире. И тогда Бог с неба спускает своих обличителей Иноха и Илью. И они будут обличать его во всем. Это нам примерно сегодняшний день. Как мы должны искать обличителей. Кто-то что-то сказал мне так. В моей жизни встречались такие люди. Я внимательно. Вот допустим, председатель Крайового суда. Я спрашиваю, а как вы оказались? Почему вы выдвинулись первое лицо все-таки? Был бы президент, я бы его спросил. Работает в эстетике. Я говорю, а как вы на такой должности большое оказали? Видите, в чем дело? Я сдавал когда экзамен. У меня... Я всех знаю этих людей-то. Почти 300 страниц, говорит, писал дипломную работу. Я потратил. Все лето я не был ни в отпуске. Он прочитал и говорит. Хорошо написано. Но ты можешь написать лучше. Я работу не принимаю. Переделы. Я говорю, так и сел. Так выходит, я зря ты удивился. Не зря. Я возненавидел буквально его. Это надо придумать мне заново. Я столько перелопатил. Я из библиотеки не вылазил. Я, говорит, снова тогда сел. И написал. Когда принес, он поставил кутерку. Вот это действительно так. Вскоре начался конкурс. И в этом конкурсе он занял первое место. И вот это место дали мне, благо моему этому учителю, который меня обречил. И полинился и говорит. Как я ему сейчас благодарен. Я знаю людей. Я потеряюку приезжал. Я все это складывал себе в сердце. Люди говорят, я ищу учащего меня. Я ищу обречающего меня. Мне родная сестра, однажды, сказала обличительные слова, как Мария Моисею. Я сразу это принял. Так, ты одна так думаешь? Да нет. То есть она кого-то уже, видимо, шептала где-то. К воскресенью всех собери, кто так думает. Будет судили сейчас здесь. Найдите адвоката, защитника, прокурора, все. И у меня дома соберетесь. Вы меня будете судить. Они по одному начали обходить. Каждый кланяется. Я хочу исправиться. Оказалось, все ложное. Все. До одного слова. Все до одного поклонились. Она стала поклонилась, просила. То есть мы должны искать. А чем это кончится, мы не знаем. Обличительное слово, оно врачует человека. А мы на любое замечание реагируем так, что показываем. А я еще не начинал христианскую жизнь. Монахи создавали обстановку ненормальности, чтобы обличать друг друга. Обвиняли ложи друг друга, чтобы испытать. А, буду я это или нет. И Бог это делает. Мы должны у Бога просто просить, Господи, дай мне испытания, которые я выдержу, обличителя. Мы думаем, что вершины разве достигли? А ведь мы бежим на соревнования. Многие бегут, но один достигает цели. Ты слышал обличение, сразу его себе заложи. Вот как говорит нам Господь Бог. Лука, 10 глава, 16 стих. Слушающий вас, через кого Бог обещает? Меня слушает. А отвергающийся вас, меня отвергается. А отвергающийся меня, отвергается пославшего меня. Какая цепочка есть? Ты просто отверг. Доверенно, что ты отверг не человек, это может быть Бога. Ты все к себе прикладывай. Тебя Бог зовет к чему-то высшему. И ты любое обличение, прими, такая была партия, какая цепочка, обличений никаких не принимала. Она исчезла. Там, где нет обличения, там нет очищения, там нет освящения и нет исцеления. Пророки для того Богом посылались, хотя они не были уважаемыми в народе. И они начинали с обличения. А на обличение с него очищение начиналось. Когда пророк Исаия, обладающий большой ревностью, Господь говорит, кого мне послать к народу обличать? Я! Господь сразу его остановил. С нечистыми-то устами. Но его сразу очистил. Вот идет Савву. Подходит уже к Дамаску. Там большая для него была добыча. Это большой город. Это столица Осирии. И внезапно Бог останавливает тебя. Куда ты идешь? Они не правы. Они вот человека посчитают за Бога. Я понимаю, что это мог быть разговор. Он это говорил. Трудно тебе идти против вражна. Господь в слове своем подтверждает. У пророка, находим мы, Захарии. Он говорит так. Касающиеся вас касаются зеницы ока моего. Трудно идти против вражна. Иоанн, 7 глава, 7 стих. Вас мир не может ненавидеть. А меня ненавидит. Потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Эти люди не будут уважаемы. Христа гнали не за то, что он молился, ходил к Иоанну в пустыню, а за то, что я, прямо причина, я свидетельствую. Если вы будете говорить о том, что мир злой и поступает не по Евангелии, только подтверждайте Писанием, а не просто сказал и пошел. И вы увидите, что друзей у вас намного уменьшатся. А то ко мне все хорошо относятся. Этого не может быть. Горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Горе. Римлянам, 3-4. Господи, когда на суде суд, все скажут, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Оказывается, Бог побеждает в словах своем. Праведен в словах, а слово я не сужу, слово моего будет судить. И чтобы на суде нам все-таки иметь надежду, надо сегодня глядеть в суд. Под суд, под эти слова смотреть. И сегодня же исправляйся. Когда там уже приговор выносится, бесполезно. Ты праведен в суде в словах твоих. Он праведен в словах. Он словами нас победит. У вас было? Было. И на суде Златоуст говорит, будет. Когда евреи скажут, нам Моисей говорил. Моисея Бог выведет. Скажет, это ваш Моисей? Да, мы верили. А Моисей скажет, я вам говорил. Из вас самих восставит провока, как меня его слушайте. И евреи все за три тысячи лет опустят головы. Деяние апостолов 9, 8, 22, 17. И 26, 14. Где Господь говорит ему, что ты гонишь меня. Он этого не знал. И, конечно, вспомнил Захарий, 2 глава, 8 стих. Что касающийся вас, касается Дениса Лока моего. И Бог из него сделал великого обличителя. Бог обличител на дороге в Дамаск. Сделал его обличителем. И он обличает Петра. Я противостал, потому что весомерил Варнава, друг. Все не правы были. Обличил Петра. А Петр дальше обличает. Уже обличает пастыря. Видите, какая с цепочкой идет. Бог научает одного, берет, посылает. А ты научился, тебе обличили. Ты исправился. Теперь другим неси. Вы не думайте, что у нас в России много разводов. И все это просто так. Нет. На Западе это поняли. Там специальные каталоги выпускаются. Фотографии. Большие каталоги. Деньги платят. Цветные. Биография. Женщины, которые хотели бы замуж выйти. И эти каталоги большим спросом пользуются. Где? А вопрос состоит. А ответ один. Они никому не нужны, оказывается. Когда мусульмане это выпустили. На мусульманские эти каталоги сразу бросились. И спрашивают бизнесмена, а почему ты решил так? А потому что они послушные. Я уеду в командировку, знаю, что она мне не изменит. Так она не грамотная. А хозяйство мне не нужна ее грамотно. Я сам зарабатываю, она должна детей воспитывать. Вот и все. И у них стоимость была раньше невеста, если она кончила университет, допустим миллион. А сейчас так. Если она кончила университет, у них как раз цена ее меньше. То есть она уже что-то в себе несет с теми непослушанием. Вот они это понимают. Европа это уже поняла. Что главное, это надо обличать ее с детства. Ставить ее на место. Приготавливать из нее будущую мать. Хранительницу очага. А без обличения ничего не будет. Левит 19.17. Обличи ближнего твоего. И не понесешь из-за него греха. Значит нам свои-то грехи не разобраться. Да еще ближним. А ты подойди, скажи как. Если брат против тебя согрешил, возьми двух или трех и пойди и скажи. Монахи пошли против. Никогда не говорить. И все житья наполнены такими душесчипательными историями. Как он претерпел, пошел солгал, а потом как-то примирилось. Все может быть. Я в это верю. Но не евангельский путь. Евангельский путь. Возьми двух, трех. Обличи. Брат примирился. Покаялся. Все. Начинаем снова. Сегодня с новой страницы начнем. Знакомимся. А не понял. Скажи церкви. А не понял. Как язычник и мытарь. Он неисправимый. То есть три ступени пройдены, и на этом все закончилось. Псалом 37. Вторая глава. Второй стих. И шестьдесят стол. Не в ярости твоей обличай меня. Об этом надо просить Бога. Если Бог будет замечать все наши недостатки и обличать, потому что Он знает тайное намерение, то нас не останется в живых. Псалом 49. 21. Когда человек замыкается в себе, не смотрит в Писание, заводит дружбу с безбожниками, Господь говорит, изобличу тебя, представлю при глаза твои, беззакония твои. А для чего? Чтобы исправить. Любое обличение должно иметь определенную цель. Не уколоть, не принизить, а исправить. Псалом 99.10. Что человек должен обращаться к Слову Его, которое учит и наставляет Его. Притча Соломона 1.23. Обратитесь к моему обличению, говорит премудрость. Я вам возвещу слова мои. То есть ты просил Бога мудрости, обратись к Писанию и получи слова, которые с первого шага будут обличать. Без обличения можно терпеться, можно называть серьезными. Понимаешь, что это история мира. Когда они принимали обличение, все гибло. На единицы принимали обличение, они были спасены. Иеремий услышал голос Божий. И что интересно, враг, захвативший Иерусалим, сразу же стал его искать. Это кто? Ты им говорил такие слова? Да, ты свободен. Хочешь, оставайся с народом здесь, хочешь, иди туда. Ему везде хорошо. И в историю вошел, как Михей, пророк. Притча Соломона 1.25. Вы отвергли все мои советы и обличения моих не приняли. И поэтому пойдете под нож. А мы применим его к себе. Если мы это не примем, Господи, а дальше что будет? Притча Соломона 3.11. Не тяготись обличением его. Сразу настройся на это. Кто бы ни сказал, не торопись в ответ сказать. А приди и следуй. А может быть так? Запиши. А мне сказали вот так. Вот и меня обличили. Мы должны спрашивать друг друга. А что ты во мне заметил не то? Как меньше-то. Я первый раз в лагере такое встретил. Девочка подошла одна и сама спросила. А какие вы во мне видели недостатки? Как от этого исправиться? Это надо видеть. Притчи 15.10. Не любит распутный обличающих его. Поэтому у нас так много разводов. Почему дети уходят из дома? Нет. А обличения не было. И не принимали это обличение. Только этим можно объяснить. А если одно обличение, одно замечание сразу раз уступило. Муж это понравилось. И дальше. А все где ты схватила с ним? У тебя же высшее образование. Язык может за десятеры сказать. Ну и все. Осталась одна. Перед мужем самое ценное молчание. В Новом Завете Павел в одно место бьет и бьет. Жена доушится в безмолвии. Учить жене не позволяют. Не властвовать над мужем. Тебе нужен муж? Цени его. Чем? Молчанием. Закрой листа. Только молись. Японка, она должна хвалить его. Тебе Бог не повелевает хвалить его. Притча Соломона, 19-20. Слушай со совета и принимай обличение. Притча 24-25. Обличающие будут любимы. Потому что это Бог обличает. Кто бы ни подошел за того, он говорит, поцелуй его. Да, он неправильно. За намерение. Он хотел, чтобы ты лучше был. Возвысьте над собственными мыслями. Притча 28-23. А обличающий человеком найдет потом большую приязнь. Чем тот, кто льстит языком. У святых отцов написано, что похвалав глаза, как укус змеи. Это надо бояться. А сегодня все научения такие дают, что ребенка надо почаще хвалить. Не положено этого. Ты отдельно ему скажи. Ты сделал, что должно. Ничего особенного нет. Мы все это должны. Мы для этого призваны. Исайя 2 глава 4 стих. И будет он, Бог, судить народы и обличит многие племена. Иеремия 2.29. Отступничество твое обличит тебя. То есть дела наши обличают. Иезеки 3.26. Иезек твой будет время. Я прилеплю к гортани твоей. И ты они имеешь. И не будешь обличителем их. Ибо они мятежный дом. То, что я говорю о пророке Инохе Ильи, их возненавидят, убьют. Горе считалось в них. А горе, когда обличать никто не будет. Вот ни одного обличителя не будет. Вот сегодня люди в храме придут. Обличения никакого не будет. Ни в одном храме. Везде это сегодня. А ты открой второе послание Тимофею. Я вас прошу сегодня. Прочитайте. Оно небольшое. Апостол Павел сидит в тюрьме. Из этого заключения он не выйдет. Написав это письмо, он едва его отправил. И следователи так находят. За ним пришли, вывели, отрубили эту голову, которая так хорошо обдумывала все. И эта рука уже ни одной строчки не написала. И он пишет о том, как нужно передавать слово верным, как нужно обличать. Обличать. Во время, не во время, учи, обличай, увещевай. А потом и со вздохом говорит. Но будет время, когда здравого учения примать не будут. Он это знает. Знал. А что-то, а как люди будут? А по прихотям своим будут избирать. Который не правду скажет, а медом мажет. Павел это знал и предупредил. Батюшка священник с головку поцелует. Батюшка у нас самый хороший. Вот какие разговоры. А Господь знал, что славу друг от друга принимаете. От единого Бога не ищите. Искать от Бога славу, приготовить сердце к искушениям. Обличения бывают очень строгие. Бог нас обличает справедливо. Через слово свое. Значит, ему надо эти обличения искать в Библии. Иеремия об этом говорит. Амос. Пятая глава, десятый стих. А они ненавидят обличающих в воротах. Ворота это честное место. И сразу скажи, Господи, да не будет этого со мной. А как не будет? А я с радостью буду принимать. Если тебе кто-то по твоей профессии сделает замещание, товарищ обидишься. А на работе сделают. Все. А нет, так ты сразу и вылетишь оттуда. Почему мы ведем себя скромно на дорогах, перед милицией. А когда брат верующий сказал по слову свою, тут я могу еще и поспорить, отстоять свою неправоту. А вот как раз здесь-то и надо показать, я не рад, я добровольно соглашаюсь. А там ты подневольный. Пророк Малахия, 3 глава, 5 стих. И буду я скорым обличителем, удерживающих плату у наемников и обижающих сироту и вдову. И меня они не боятся, говорит Господь Соловов. Он скорый обличитель. Мы должны прямо молиться об этом, Господи, чтобы у нас в нашей общине были обличители. Чтобы Слово Твое было живо и действенно. Чтобы сестры подсказывали не так. Почему ты еще она не была, сестра? Понимаешь, это последний раз может быть. Молитесь об этом месте, чтобы Бог сохранил его. Эпопея только начинается. Через это что-то Господь даст. Я едва получу только ответ. А уже работа началась. Я сразу двинусь по самым большим инстанциям. Вплоть до президента дойду. Так что в этом надо усмотреть что-то. Бог меня крепко встряхнул, напугал по-настоящему. Лишится и все. Но я бы сказал, ну не так, да и брошу все. Нет, я уже мгновенно стал высчитывать. Что дальше делать? Идти в городскую администрацию, просить какое-то место. Конечно, не такое удобное, будет где-то далековато. Мы снова начнем строиться с нуля. Только так. А не так, что-то у меня не получилось, и я брошу. Не получилось сегодня с засухом. На следующий год опять сеем. Послезавтра? Опять. На следующий год, за тот год опять, иначе весь мир бы умерто. Бог обречил. Начинай заново. Прости меня, Господи. Я еще лучше сделаю. И об этом мы считаем Ефесянам 5.11. Я читаю пророков. Но и в Новом Завете написано. Итак, не участвуйте в делах злых, но и обречайте их. Это повеление ко всем. Ко всей и Песской Церкви. Об этом он говорит в 1 Тимофея 5.20. Обречай перед всеми, чтобы прочие имели страх. У нас почему-то люди сильно боятся, что если сделаешь замещание при людях, и вроде бы он потеряет что-то, ты ничего не теряешь. Ты хочешь убедиться в этом? Да ты спроси, скажи, вот ты слышал, меня обличали, что ты ко мне отношения другие имеешь? Да нет, конечно. А как ты отреагируешь от этого Завета? Вот вы находитесь, потеряете, допустим, кто. Вы скажите, вы хотите быть на небе? Вам скажут все. Да. А вы знаете, что спасаемся мы кровью Иисуса? Ну, конечно. Но впереди два условия. Ходить надо во свете Его, не прятаться. И иметь общение друг с другом. А вы между собой не имеете общения. На третью ступень не имеете права претендовать. Я обличаю вас. Вы не хотите спасаться. И перенесите это теперь там и скажите. Пусть Господь даст нам добрых обличителей и наставников, чтобы не оказались за вратами очистлены небесные. Аминь.